В селе Маянга большой праздник. Здесь открыли стадион с искусственным покрытием, который появился при финансовой поддержке компании ФосАгро и программы «Дростсело». Остро стоит вопрос по здоровью, оздоровлению детей. Здесь днем у нас школа занимается, вечером приезжают, приходят и взрослые, и соседних сел. Поскольку почва в этой местности бедная, трава на старом школьном поле росла плохо, и ребята гоняли мяч в пыли. Сейчас ситуация изменилась. Обновленная многофункциональная площадка стала центром притяжения для любителей спорта. На поле было не очень удобно. Больше камней было под полем, кочки были, неудобно было пинать мяч, падать. Вот это новое поле поселили, все ровно, все хорошо, удобно пинать. Мы каждый день сюда приходим, играем с друзьями. Занимаемся, когда погода позволяет, а так иногда мы приходим сюда и вне школы, вне уроков занимаемся здесь. Новое поле для мини-футбола, рекордановая дорожка для бега, полоса препятствий – все это было задействовано на праздничном открытии стадиона. Команда из пяти ближайших сел приехали на спортивный фестиваль не только для того, чтобы силами помериться, но и познакомиться. Раньше в Маянге таких объединяющих мероприятий не проводилось. Село довольно-таки большое, и оно заслуживает, наверное, действительно какого-то такого внимания, именно чтобы стать центром такого притяжения спортивного. Здесь уже проводили неоднократно соревнования, именно фестивали проводятся между селами Балаковского района. Сегодня здесь участвуют пять сел, причем некоторые ребята встречаются вообще впервые, поэтому я уверен, что в рамках этого фестиваля они найдут себе новых друзей, сдружатся и будут вместе заниматься спортом. Ребята из Маянги на уроках физкультуры уже испытали все снаряды нового стадиона, а вот участники фестиваля из других сел оказались в сложном положении, особенно на полосе препятствий. Им такое пришлось преодолевать впервые. Сложно это, когда надо было аккуратно спускаться по лестнице. Это в основном я падал. Оценили ребята и новое поле для футбола. Даже короткие матчи по 20 минут позволили каждому игроку ощутить всю прелесть ровного покрытия. Село Маянга постепенно становится спортивным центром. В местной школе открыты секции под эгидой Дрозд-Балакова. Теперь список видов спорта, которыми занимаются местные ребята, можно расширить. Теперь у нас не только здесь бокс, греко-римская борьба в сценах этой школы, а теперь мы можем развивать и легкое детское, и футбол, и мини-футбол. Здесь еще полоса препятствий. Вот для нас, конечно, для организации Дрозд, это тоже большой подарок. Теперь мы можем большие фестивали. Каждый год Катнехимика, посвященная традиционно, этот турнир будем проводить. Стадион, который построили в зиму, прекрасно пережил холода. Местные жители относятся к оборудованию бережно и надеются на дальнейшее сотрудничество с компанией Фосагра. И оно продолжается. На открытии директору школы вручили сертификат на установку тренажеров. Они будут полезны и воспитанникам секции, и любителям спорта.